Для Александра Ундилашвили самое яркое впечатление от службы – это всплытие на поверхность после трёхмесячного похода. 40 лет назад он служил на атомной подводной лодке в Мурманской области. Но спустя годы мужчина до сих пор помнит сопки в снегу, чистое море, чайки и запах йода. Да и историй на самой лодке у старшины первой статьи предостаточно. Скучать некогда. Вахта, сон, еда. Вахта, сон, еда. Скучать некогда. Сначала фильмы в определённое время. Сначала все нормально смотришь. Потом, когда уже скучно, все фильмы в обратную смотришь. Тоже интересно. Александр уже 10 лет член морского собрания Череповца. Именно организации и принадлежит идее увековечья память моряков-земляков. Общество череповецких моряков на собственные деньги и помощь спонсоров установило новый мемориал. Нашему собранию 20 лет. И идея создания памятника витала в наших, как говорится, мыслях со дня основания нашего собрания. И вот буквально за последние 5 лет эта судьба у нас, ведь мечта наша осуществилась. История Вологодской области всегда была тесно связана с флотом, рассказывают служивые. Первопроходцы из Тотьмы и Великого Устюга исследовали Камчатку, Аляску. В Вологжане в разные годы командовали почти всеми флотами, которые были и в Советском Союзе. А в Череповце родилась Нина Соколова, одна из немногих женщин-водолазов, которая строила бензопровод через Ладожское озеро в блокадный Ленинград. Взаимодействие региона с флотом продолжалось и в тяжелые для страны времена. Вологодская область первая протянула руку помощи Северному флоту, когда там вообще зарплату не платили морякам. Значит, им есть было нечего. И мы с Северстали возили камазы с продовольствием, чтобы накормить семьи моряков и своих моряков-подводников. Сегодня появляется у нас знаковое место, где мы можем чтить память морякам и погибшим при исполнении воинского долга, при защите нашей Родины. Ну и, конечно, этот памятник и тем, кто принял для себя решение служить Родине, служить на флоте. Теперь у черепаевских моряков появилось свое место для празднования Дня ВМФ. Есть на карте города и улица, которой присвоили имя Героя Советского Союза. По инициативе морского собрания в Зашнинском районе появилась улица капитана третьего ранга Дмитрия Глухова, который погиб во время Великой Отечественной войны. Рафик Исаев, Александр Шагичев, Виталий Присмотров. Новости.